Берег Маклая Хотя слово «рай», как утверждает Ассель Туй папуасам, тоже подарил Миклуха Маклай. Вот только почему-то «раем» они теперь называют «ветер», дующий с востока на запад. Именно в этом направлении шел корабль с русским путешественником. Миклуха Маклай когда-то записал 350 слов языка бонга. Главная задача для лингвиста Ольги Темпл в этой экспедиции сделать сравнительный анализ. Материал из дневников путешественника позволяет проверить, насколько местный язык изменился за полтора века. Миклуха Маклая Миклуха Маклая Миклуха Маклая поздоровалась на Токписине, сказала Авинон. В Папуа-Новой Гвинеи 867 языков. В 20 веке появился Токписин – универсальный язык. Гремучая смесь английского, немецкого, малазийского, даже китайского. Он был создан специально, чтобы у племен появилась возможность друг друга понимать. Образование в деревнях стало обязательным под влиянием ЮНЕСКО только в 90-х. Обучающие материалы оказались на английском, и учителя до сих пор выкручиваются как могут. Сама система образования у специалистов, да и учителей тоже вызывает массу нареканий. Сначала они учат на местном наречии, потом постепенно переводят на английские термины. К окончанию учебы дети по сути знают три языка – местный, Токписин и английский. Но проблема в том, что приходят они в школу довольно поздно – в 9 лет, и материал усваивается туго. Да и деревенская обстановка, когда надо все время помогать родителям по хозяйству, прилежной учебе не сильно способствует. Продолжение следует... Образование для ПНГ стало критической составляющей постколониального развития. После Второй мировой ООН стала потихоньку готовить страны к деколонизации. А это означало, что новых управленцев и правительства придется набирать из местных. Да, к 1975 году провозглашения независимости такие люди появились – обученные и прозападные. Так что влияние соседей, как близких, например Австралии, так и далеких, вроде Китая и США, здесь отчетливо ощутимо. Но повернуть эту реку вспять можно лишь выстроив собственную систему образования. Ведь даже в деревнях понимают – чем умнее нация, тем ее сложнее обмануть.